Добрый день! Сегодня у нас в гостях замечательный писатель, востоковед, ректор Института журналистики и литературного творчества Леонид Евгеньевич Бежин. Здравствуйте, Леонид Евгеньевич! Здравствуйте, Константин Петрович! Наконец-то мы видим нас у нас на экране на телеканале «Союз». Вы участвовали во многих мероприятиях, связанных, например, с Патриаршей литературной премией, были номинантом. Я надеюсь, станете лауреатом. Вы автор многочисленных книг, которые любят читатели. Вы человек, который пришли, условно говоря, из Советского Союза в Российскую Федерацию. У вас выходили книги еще в советское время. Я не могу счесть, у меня целая полка ваших книг. И каждый из них я дорожу, потому что, мне кажется, это какой-то осколок замечательной духовной творческой жизни еще старых времен. Как бы мы ни относились к советскому периоду, все-таки это времена, когда складывались очень многие культурные традиции мощные. И вот вы человек из того времени. Но у вас есть еще одна особенность. Извините, что я так много говорю, но мне кажется, это интересно зрителям. Вы востоковед. И вот хочется об этом поговорить, но сначала задам вопрос. Вы родились на Арбате в Москве. Многие говорят так, что если мы родились на Арбате, значит, мы дети Арбата. Причисляете ли вы себя к детям Арбата? И в принципе, когда вы осознали в своей жизни впервые, что вы стали писателем и будете писать? Вы знаете, Константин, понятие «дети Арбата» появилось потом, когда началась перестройка. А для меня Арбат – это другой Арбат. Я там родился в роддоме Гройрмана. Я там провел детство. Это моя духовная родина. Замените дом, да. Там очень многие родились из моих сверстников, из коллег, из современников. Поэтому Арбат для меня другой. Я себя не могу считать причастным к детям Арбата. Ну, я понимаю, о чем вы говорите. То есть, дети Арбата – это у нас уже такое словосочетание, имеет какое-то культурологическое, политическое даже свойство. Я имел в виду в принципе. Вот вы считаете себя, что вы не то что уроженец Арбата, а вот человек, который не мыслит себя без этого уголка Москвы? Конечно. В этом смысле, конечно. Когда мы уехали с Арбата, поменяли квартиру. Сначала на «Динамо», потом на «Сокол» и так далее, и так далее. Я потерял свою прародину. У меня было такое ощущение, что все оборвалось. Я брал детский аппаратик смена и ездил туда, на Малую Молчанку, чтобы хотя бы сфотографировать. Да, и правильно сделали, потому что потом многое изменилось. Да, но вот что странно. На этих фотографиях дом, где мы жили, он как бы был уже другой. Глядя на него, я не мог сказать, что это наш дом. Это был дом уже других людей. Он только внешне, архитектурно принадлежал нашей семье. Потому что сам Арбат ушел, отошел в прошлое. В каком возрасте вы покинули Арбат? И тогда вы еще не занимались творчеством, я так понимаю. Нет, это было лет в 10-11 лет примерно. А заниматься творчеством, между прочим, я стал еще раньше. У меня было ощущение, что я к чему-то творческому причастен, наверное, лет в 7. Я очень хорошо помню этот эпизод. Взрослые ребята меня спросили, ты пойдешь с нами в лес за грибами или что-то такое? Я им ответил фразой «Смотря, как сложатся обстоятельства». Всем взрослые, они засмеялись, потому что в устах ребенка это выглядело немножко странно и смешно. А для меня это была естественная фраза. И потом я этими фразами, собственно, и стал писать. Вот такими академически выстроенными, так отчасти профессорскими. Литературный язык в обеходе. Да. Ощущение литературного языка, ты прав, появилось именно тогда. Но потом был институт Азии-Африки. Почему вдруг? Это был наполовину бессознательный выбор. Как-то обстоятельства жизненные меня к этому склоняли. И я, как все, рвался на Японию. Зачем мне это была Япония, я до конца не понимал. Но когда мне предложили, а на Японию ладно, а если вы 20 баллов не наберете, на Китай вы согласитесь? Я радостно ответил, да, конечно, соглашусь. Почему я так ответил? Это тоже для меня загадка. Но внутренне я был согласен на Китай даже с радостью. Какой это был год? Это был конец 60-х годов. Интересно, что в это время мы уже не дружили с Китаем. Не дружили. Более того, остров Даманский в это время уже был. То есть, работать в Китае ведом, это было... Это было отрезано. Даже ни о какой практике в Китае я уже не мог думать в те времена. Но это не повлияло на мой интерес в Китае. Я стал собирать все вышедшие китайские книги. Это толстенные двухтомные романы. Они все у меня стояли. Я стал подбирать литературу специально. И, в общем-то, Китай остался для меня второй родиной. Вы росли в православной семье или вы пришли к православию самостоятельно? И участвовали в этом пути китайский духовный опыт какой-то? То есть, вы Китаем заразились только как ученые или еще с духовной стороны? Ну, понятно, Конфуция, понятно, Лао Цзи, да, Сизм. Это вас интересовало? Ну, это пришло после православия. Православие, как ни странно, пришло ко мне как и творчество, когда я был еще ребенком. Даже еще меньше возраста. Мне было лет пять. Я очень хорошо помню эпизод. У меня была нянька, простая женщина деревенская. Она мое имя, Леонид, как-то не воспринимала. Оно казалось ей искусственным и сложным. Она меня называла Алексеем. И вот я помню, как она меня гладит по головке и говорит, Алексей – божий человек. Алексей – божий человек. И во мне так вдруг что-то откликнулось, что я божий, оказывается. Меня это потрясло. Боже мой, как же это так? Я божий. Вот это чувство я сохранил потом на все время. Я считаю, что с этого и началась моя вера. Диссертация на тему «Китайский поэт Линь Юнь». Это у нас сейчас я даже подглядываю. Четвертый-пятый век. Да. Четвертый-пятый век. Да. Оригинальные тексты. Четвертый-пятый век. На китайском языке. На китайском языке. А еще у вас в Сири Жизел, по-моему, вышла в свое время очень прозвучавшая, на меня очень сильно повлиявшая книга «Дуфу». Совершенно верно. И что мне особенно приятно, я по каким-то отголоскам однажды уловил, что Виктор Петрович Астафьев уже перед смертью с удовольствием эту книгу читал, и она даже неким образом на него повлияла. Он ходил и всем говорил, ох, какой поэт «Дуфу». Ох, какой поэт «Дуфу». Вот это мне очень приятно. Кажется, вы ходили в издательство «Наука» и издавали какие-то его переводы. Я помню, что я читал его в переводах, и это была большая редкость, потому что… Астафьева? Нет-нет-нет, «Дуфу». А, «Дуфу», да. Его великолепно перевел Александр Гетоевич. Великолепно. Потом он пытался перевести «Дуфу», и, в общем-то, успешно, но это было уже не то. В «Дуфу» он попал в самую точку. Да, это были великолепные переводы. Одним словом, а что для вас или для нас, россиян, китайская поэзия? Одним словом, она отличается от нашей? Она совершенно отличается от нашей поэзии. В ней изначальные эстетические и духовные установки совершенно другие. Китайская поэзия исходит из общего. Если русская поэзия, европейская, из конкретного, дайте нам деталь, как Байрон относился к такой-то, к такой-то, как другие поэты, дружили, не дружили. Дайте нам деталь, конкретику. А китайский поэт уходит от конкретики. Ему в любых обстоятельствах, главное, общее. То, что связывает и III век, и X, и XIII век, и так далее, и так далее. Какая-то культурологическая и духовная линия, которая все время есть, да? И вокруг нее все это нанизывается. Да, совершенно верно, совершенно верно. Поэтому китайская поэзия о современных поэту днях, собственно, ничего не скажет. Об этом можно только догадываться. Но недаром у китайских поэтов есть понятие «друг во времени». И у китайского читателя есть понятие «друг во времени». Оказывается, другом может быть тот, кто жил за 10 веков до тебя. Или за 15 веков. И он твой истинный друг, поскольку вы духовно совпадаете. Вы принадлежите к категории людей, познавших звук. Джиинь по-китайски. Те, кто познали звук, они испытывают некое духовное родство. Это очень важно для китайцев. Это потрясающие вещи вы говорите. Я помню в Китае, я родился недалеко от Патриарших прудов, рядом с рестораном Пекин. Мы в то же время, когда еще была дружба с Мао Цзэдуном, и на ресторане были бы огромные, гигантские, светящиеся китайские иероглифы, которые означали Пекин. Пекин, Байдзин. А потом все это исчезло. Мы питались из кулинарии китайской, покупали там китайские пельмени, они ничего не стоили, потому что считали, что это бросовые продукты, им нельзя питаться. А внутри какая роскошь, там, красные колонны. Ну, внутри тогда мы... Доступа тогда не было, конечно. Вот. И я помню эти времена, ну, в 1979 год. По-моему, в этом году вышла ваша первая книга. Да. Что вас побудило ее написать? И осознали ли вы себя в этот момент как писатель? Потому что издать в Советском Союзе книгу, и особенно в 70-е годы, было очень непросто. Для молодого человека это было просто невозможно. Да. Я об этом и не мечтал. Но, тем не менее, писались рассказы, я их собирал вместе. И однажды меня посетила мысль отнести это все к машинистке. Машинистка перепечатала. И получилась довольно толстая рукопись. Она лежала. И у меня же тогда было ощущение, что если рукопись готова, она долго лежать не будет. Так оно и случилось. И издательству «Советский писатель» понадобились рукописи молодых. Позвонили мне, поскольку я был знаком с одним редактором. «Приноси». Я принес. И она прошла. Это поразительно, что в Советском Союзе вот так вот прошла рукопись. Я объясню, в чем тут дело. Вы это очень верно заметили, Константин. Эта рукопись прошла благодаря вмешательству никого-нибудь, а Юрия Владимировича Андропова. Ух ты! Вот именно. Юрию Владимировичу Андропову донесли, что старики-писатели не дают прохода молодым в издательствах. Боятся конкуренции. И молодые из-за этого вынуждены печататься за границей. Скандалы там всякие возникают и так далее. То есть становятся неуправляемыми. Неуправляемыми. И Андропов приказал каждому из издательств напечатать 5-10 книг молодых писателей. Срочно! И все задрожали, в обморок упали, естественно. И так моя книга пулей, как снаряд прошла, без всяких задержек. Слава Богу, видите, как иногда бывает устраиваться. Бывает так. Да, действительно. Ну вот здесь перед нами лежат книги, которые я успел подобрать из своей библиотеки, чтобы показать нашим зрителям ваши книги. У вас... Я не могу сказать точно, но когда я смотрю на библиографию, у меня рябит в глазах. Я думаю, что приближается к сотне, наверное. Вы знаете, у меня часто возникает согласие в своей книге пересчитать. Я этого не делаю, поскольку я помню место из Библии, где говорится, что Бог вменил царю Давиду в прегрешение то, что он исчислил, пересчитал свое войско. А это делать нельзя, если ты полагаешься на Бога. Зачем тебе считать? И вот у меня это место так запало, что я с тех пор воздерживаюсь от того, чтобы что-либо пересчитывать. Вот и книги я свои считать не стал. Тогда, может быть, попробуем задать такой вопрос. И у вас есть книги близкие к науке или научные, а есть книги сугубо литературные. В каком соотношении у вас они находятся? Сколько у вас приближенных к научным или научных трудов, или литературных? Строго научных книг у меня нет. У меня есть книги, близкие к эссеистике, хотя там приводятся ссылки на научную литературу, но я не считаю их научными. И более того, мне даже неким образом льстит, когда мои книги о русской культуре, о китайской культуре ошибочно, не ошибочно, но иногда называют романом. Я согласен. Называйте романом. Пусть это будет роман. Но не ученый труд. Это не труд такого специалиста. Я специалист, безусловно, но стиль у меня все-таки несколько другой. Я приближаю свое научное письмо к художественному письму. Ну, как же вы не специалист? Во-первых, я знаю, вы многократно бывали в Китае. Да, это так. Это ваша такая страна еще к тому же. Китай я знаю, да, безусловно. Но писать о нем стараюсь все же художественно. Вот книга о Дуфу, которую вы упоминали, это, собственно, тоже роман. Если его как-то иначе назвать, это роман. Ну, иногда говорят научно-художественная биография. Или научно-художественная биография, да, совершенно верно. И вы тоже такие книги пишете. Ну, да, но все равно я не считаю их научными, но считаю, что они абсолютно научны. Это да, в этом смысле да. То есть, сохраняется вся прямота и правдивость источника видения, и при этом излагается доступным для читателей языком. Совершенно верно. И еще тут важно не погрешить против факта. Все факты должны быть выверены абсолютно. Да, да. Это тоже требование очень важное. Скажите, пожалуйста, из ваших книг, может быть, она лежит даже на этом столе. Я не говорю крайнее, слово последнее страшное употребление, да? Ну, крайнее – это вот это, да? Да. Колокольчики Папагена. Колокольчики Папагена. Замечательно, кстати, издана, очень красиво. Мне очень нравится обложка ее. А та, которая вам ближе всего по сердцу, ваша самая любимая, это какая? Вот она есть. Она есть. Последняя. А в свое время очень прозвучала книга «Деревня». Вот все время хотел у вас спросить, и ни разу за эти годы не сделал этого. «Икс» или «Хэ»? «Хэ». Ну, конечно, потому что китайское, так сказать… Это китайское название. Хочется сказать «Деревня Икс». Нет, это именно «Деревня». Вот она прошумела, эта книга. Она у вас не является любимой, нет? Или как бы… Я ее люблю. Я ее очень люблю. Поскольку эта книга о православной, о русской православной церкви во времена большевиков. И там изображаются такие коллизии, которых ни до, ни после уже не было. Там такие фигуры возникают. Хотя бы Петр Местоблюдитель, Патриаршего престола, который был создан туда, в деревню Хэ, и закончил там свою жизнь. Это грандиозная фигура. И таких много. А история обновленчества, то же самое, в 20-е годы, в эти годы развертывается. Тоже очень интересно проследить. Вы знаете, что само название, помню, произвело мощное впечатление на читающую публику, и вообще литературную, и окололитературную. Я это помню. Потому что еще тогда не было вот этих всяких прибамбасов с разными названиями, с латинскими буквами, с какими-то, так сказать, там, изворотами сознания, так сказать, поворотами слов, букв и так далее. И вдруг появляется роман «Деревня Хэ». Я помню, что все загадочно ходили, что это такое, и что за этим стоит. А почему все-таки такое название? А вот именно потому, что это связано с митрополитом Петром, местоблестителем Патриаршего престола. Патриарха же не было. Большевики упразднили. Или же не большевики, а еще... А почему китайское «Хэ»? А это занесло как-то китайское название. Там же Китай-то близко, собственно говоря. Как-то занесло. Это часто случается. У нас много китайских слов. То есть можно сказать, что вся эта книга документальна, или там все-таки вымышленные персонажи? Там есть вымысел, но основа строго документальная. Это все по церковным источникам я писал. А какую из книг вы считаете наиболее православной, если так можно выразиться? «Деревнюхая». Именно она? Да. Ну, еще книгу о Серафиме Саровске. Вот я как раз нагибаюсь за ней. Вот эта интересная очень книга ваша, называется «Тайново-воскресное. Преподобность Серафима Дивеева». Это художественное произведение или исследование? Тоже нечто смежное между исследованием и художественным произведением. Я именно так задумывал эту книгу. С Серафимом Царовским я занимаюсь очень давно. Пронес его, можно сказать, через всю свою жизнь. Этот святой. Ну, он всеми почитаем, конечно же. Ну, и мной тоже он особенно почитаем. То, что творилось... Он был связан с какими-то событиями, был связан с обстоятельствами, или просто вы заинтересовались? Ну, он был для меня, как бы, выделялся из всех. Именно теми чудесами, но не только чудесами, которые он творил, но самой личностью Серафима. Его история создания Дивеевской общины, его отношения с Дивеевскими сёстрами, он же им являлся, он, будучи в Сарове, он являлся сёстром в Дивееве, когда они не хотели рыть канавку, как он им распорядился, приказал. Он явился им, и сам матышкой стал эту канавку копать, копать, копать. И после этого они выбежали, ну, и что-то им стыдно стало, и они сами взялись за работу. Это. Серафим Саровский во время молитвы поднимался в воздух, приподнимался над землёй, это засвидетельствовано многими Дивеевскими монахинями и описано ими. Когда он молился на камне ночью в лесу ещё. А ночь в лесу, тысячедневное моление, днём, тут, правда, нужна одна поправка, днём он всё-таки молился в доме, в келье своей. А когда никто не видел, когда лес уже пустел, и никто не мог быть свидетелем, он приходил к своему камню и на нём молился. Ну, на меня произвело большое впечатление беседы с Матариловым. Ох, это же потрясающе вещь. Вот я, собственно, тогда открыл у тебя преподобного Серафима. Да. Стижание Святаго Духа. Да. Это что-то было... Я тут тоже увлекался Востоком, поэтому мне было интересно, как же так? Вроде бы в христианстве нельзя заниматься такими методиками, да? Вот. И для меня это было просто открытием, что, оказывается, можно стяжать Святаго Духа. Это поразительный духовный документ, упомянутая вами беседа. И что особенно важно, Святой Дух стяжал не только сам Серафим, а стяжал сам Матавилов по молитве Святого Серафима. Он вдруг испытал необыкновенное чувство, ему стало необыкновенно хорошо. Он весь засветился. Радость необыкновенная нахлынула на него. Серафим спрашивает, чувствуете ли вы эту радость? Ах, батюшка, такую радость, как будто матушка меня окропила духами, и сейчас меня пошлёт на бал. Вот такое же благухание, такую радость я чувствую. Серафим ему объяснил. Это я помолился за вас, чтобы вы испытали, что такое присутствие Святого Духа. Вот такое счастье Матавилову выпало. Скажите, много ли, по-вашему, людей в писательском мире, в современном, которые, я хочу сказать это слово не в ущерб вам, но оно для меня очень важно, профессионально пишут литературные произведения, и они связаны как-то с православием, потому что вы всё равно в этом мире находитесь, вы всё равно участвовали в Патриаршей премии, вас хорошо знают. Есть ли какая-то когорта писателей, которую вы бы отметили как особенную, которую именно пишут на эту тему, или не стоит делать такие различия? К сожалению, их немного. Вот вы такое понятие привели, профессионализм. За ним очень многое стоит. У литературы свои законы, свои правила, без которых ничего не напишешь. Эти законы, эти правила, они стали забываться, отходить куда-то в сторону. И возникла иллюзия, что можно сесть и написать. Чего там особенно церемониться? Взял, сел и написал. Запятые расставили. Запятые расставили. И то неправильно. Да, и то неправильно, вот именно. Поэтому с профессионализмом сейчас уже стало плоховато. И небольшой круг писателей, тех, кого действительно можно назвать профессионалами в истинном смысле слова. Их мало, их мало. Вот вы себя публично не позиционируете как православный писатель. Нет, публично не позиционируете. Я стараюсь то же самое делать. Мне не нравится, когда прибавляет к какой-то профессии слово православное. Например, православный шахтер. Или там, например, православный менеджер. Или жанр православная фэнтези. Православный предприниматель. Предприниматель, да. Это как-то немножко странно. Потому что в 19 веке почти все писатели в России были православными. Но никто же не говорил, Гоголь православный писатель. Или Пушкин православный писатель. Или Достоевский. Это было как-то странно. Вот это отделение православности, скажем, в сфере литературы. Оно хорошо или не очень удачно? Потому что, по моей точки зрения, говоря православной литературой и православный писатель, эти люди отделяют себя как бы от всего остального мира. Да, я совершенно с вами согласен, Константин. Я тоже не сторонник того, чтобы кто-то называл себя православным писателем. Или православным художником. Тут какое-то противоречие. Православный художник, ты должен быть просто художником, просто писателем. А православие, оно выражается в тебе, ну, так же, естественно, как дыхание. Собственно, ты не становишься, именно не сгущаешь себя на том, чтобы... Не концентрируешь себя на том, чтобы быть именно православным. Это как дыхание, само собой возникает. А вот с точки зрения православности в тематике по литературных произведениях, может ли сейчас существовать или быть популярным, если так можно выразиться, православный герой? Герой нашего времени? Может. Но не нашего времени, а герой будущего времени. Мне кажется, истинно православные герои, они еще придут. Какие они будут, сейчас очень трудно, да почти невозможно сказать. Но мне кажется, за ними будущее. И литература это уже неким образом предчувствует, предощущает, что они в конце концов придут. — Сегодняшняя литература лучше, чем предыдущая, например, чем советская литература, или чем литература 19 века? Уверены вы в том, или чувствуете ли вы, что есть все-таки среди нас будущие классики? — Вы знаете, у меня есть стойкое предубеждение против современной литературы, но я не считаю возможным его высказывать и останавливая себя в этом смысле. Потому что я, вы вначале верно сказали, да и вы тоже, Константин, я наполовину из прежнего времени, я впитал в себя традиции советской литературы. Для меня имена Трифонова и Шукшина – это великие имена. Поэтому, естественно, я сейчас начну критиковать, начну ругать современную литературу. Нет, я себе не позволяю. Но в то же время я не могу не отметить, я вот беру книгу современного писателя, заставляю себя ее открыть, начать читать. И через несколько страниц мне скучно, мне неинтересно, мне это ничего не говорит. Я ее откладываю, лучше я возьму что-нибудь из старых писателей. Там нет ни энергии, ни какой-то нужной информации, что ли, какого-то жизненного опыта, то есть то, что необходимо человеку, что-то получить от этой... Совершенно верно, какого-то веяния, нужного для меня веяния, там отсутствует. Я не ругаю. Пусть эти писатели, они имеют право на существование, пусть они пишут. Ради Бога, но мне неинтересно. Мне лично, как читателя. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Леонид Евгеньевич Бежин, писатель, востоковед, ректор Института журналистики и литературного творчества. Всего вам самого доброго. Спасибо. Спасибо.